приветствую всех на канале зеленый алматинец сегодня мы отправляемся собирать алюминиевую банку а на нашем маршруте будет возможно пункт приема вторсырья если он работает мы туда заглянем посмотрим какие цены что принимают а возможно кое-что даже сдадим там же здесь у меня есть уже собратые вот банки нашел вот такую шар вроде и на ней имеется по моему пломба что ли свинцовые ну вот такая неплохая находка еще валялись такие вот два пакета вроде как с одной стороны мусор но а если мы что-нибудь будем сдавать они нам пригодятся вот используем их по назначению давайте сейчас двигать в ту сторону и посмотрим что будет нам попадаться по пути целый пакет с алюминиевыми банками тут раз два три 4 5 6 7 7 баночек забираем вот такая вот крышка от напитка уже ржавая 065 такое что-то такое тоже раньше не встречал можно забрать это походу баночный джек-код что ли смотрите даже больше банок чем в том первом пакете вон еще одна лежит даже консервная банка тоже заберем крышку забираем бутылку сдадим и сейчас все будет там работать еще нашел вот такой пакет с бутылками кто-то выбросил его в траву тут вот имеются крышки на нем можно крышки снять а вот эту вот все стеклотару сдать а вот тут валяется наш приемный мусор так это дизи белая стеклотара отправляем сюда тут вот такая большая кружка ее вроде принимают как по штучную тоже берем возим мусорки такой вот бардак еще привезли какой-то по моему строительный мусор что ли и вон там находится что-то от шины вроде латунная соска что ли надо будет попробовать ее сейчас вытащить и попробуем отрезать ножик я с собой взял вот немного латуни будет здесь недалеко от мусорки кто-то устроил небольшой схрон собрали вот такие пластиковые бутылки там вон еще виднеются и стеклянные есть конечно если я это все унесу потому что тут у меня еще с собой вот собраты попробую донести это все до пункта приема и дадим там может быть сделаем небольшие деньги ребята к сожалению я не смог забрать весь тот мусор который был спрятан в траве заправлено где-то половину еще соединил свои пластиковые бутылки получился большой такой красный пакет не знаю сколько будет тут по весу а еще есть разные стеклянные бутылки тут вроде которые принимают по штучно и еще есть среди них которые берут на вес вот все это смешанное тут точно так же пакеты тяжелые конечно единственный минус сейчас что очень жарко и поэтому надо вот это вот донести до приемки посмотрим потом что будем делать дальше здесь есть еще столько вот алюминиевых банок сегодня сегодня их получилось даже больше чем в те выходы более по сумке не знаю сколько тут будет килограмм посмотрим дома надо будет все это взвесить так давайте я сейчас это все отнесу на приемку и потом будем смотреть сколько получится выручить денег найден такой металльчик тоже прихватываем его так и это это и и и и и и и был я возле того пункта приема но к сожалению оказался закрытым я такое предполагал и поэтому решил всю стеклотару и пэт бутылки там спрятать недалеко а теперь мы возвращаемся домой у нас еще есть другие находки виде алюминиевые банки сейчас еще посмотрим может быть попадется еще что-нибудь ну а потом будем все это сортировать и взвешивать возможно алюминий или черный металл черный металл такой кусочек может быть даже чугун приехал я домой уже все рассортировал и у нас получилась такая вот полная сумка с баночками по сравнению с другими вывозками я думаю что это рекорд давайте сейчас попробуем взвесить 3 килограмма 430 грамм алюминиевых банок это другие наши находки здесь две консервные банки они пойдут черный металл попалась такая вот батарейка это немного латуни в виде такой вот соски два шиномонтажных свинцовых грузика две такие алюминиевые крышки от напитков вернее от тех стеклянных бутылок тоже я их открутил вот такой вот такая ша это на ней имеется немного свинца какая-то пломба потом такое количество разного шмурдика вот это все черный лом вот это вот оказался цинк я сначала думал что это алюминий но по весу тяжелый скорее всего это вот цинк потом четыре такие акционные крышки от колы их тоже взял это вот разные крышки от напитков вот такие вот попались это какая-то старая уже давно там лежала ну и конечно же наша ходячка 20 тенге в этот раз снова попалась 2020 года конечно я думаю что мы еще вернемся в тот район там у нас остались бутылки надеюсь они еще сохранятся но если не сохранятся мы туда все равно приедем посмотрим может соберем новую партию пэт бутылок стеклотары так что не прощаемся кому понравилось данное видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока